Александр Николаевич, что вы читаете или перечитываете? Будьте здоровы. Я перечитываю, может быть, в сотый раз «Капитанскую дочку». Я просто обожаю «Капитанскую дочку». Ну, есть какие-то тоже. Я люблю глоколин перечитывать. Я недавно считал Анну Карину, но как-то даже и не хотелось, потому что, наверное, слишком большой роман, и я его возьму. И на это мне не захочется, может быть. И начал читать, так умрелся, и как будто первый раз, и все время ждал, чем тело кончится. Когда вы напишите продолжение «Зависти», обещали. «Зависть» писал Олеша, вот спросите у него. «Замысел». Я обещал, знаете, я частично выполнил это. Дело в том, что это у меня такая книга «Замысел», где у меня моя авториография перемежается с моими какими-то художественными вымыслами и с романом одной женщины, который тоже оказался недописанным. Вот. И все это я собирался продолжать, а потом я решил написать мемуары. И подумал, это очень глупо. И в этой книге будет моя автобиография. Я хотел там из «Замысла» как-то ее выявить, но она вроде как-то и не вынимается, и как-то я вот эту книгу оставил. Хотя мне самого жалко. Но может быть, если у меня еще будет какое-то время, может быть, я и попробую ее продолжать. Ты что, перепутал? Юра, на тебя не похожи. Не смотряйте ли вы, что вы вернулись, и почему не... Ничего-то я не понимаю. Ну, почему, в общем-то, очевидно, я не еду в Америку, что ли, или что-то? Ну, вот я приехал. Ну, вы знаете, что... Я вообще не... Так... Моя жизнь так сложилась, у меня такая судьба была заковыриская, что я как-то с юных лет решил ни о чем не жалеть. Вот я думал, ну, вот так появилось, значит так. Так, значит так. Вот я приехал, я вернулся. В начале 90-х годов, у меня даже первый мой приезд из-за миграции был в 89-м году, потому что в России была перестройка, потом это то, что там называют лихие 90-е. В общем, но я относился, в отличие от многих, с большой надеждой к этим событиям, потому что я думал, что вот Россия... Я очень, честно вам скажу, признаюсь, никому не говорите, я очень любил советскую власть. И очень радовался, когда советский режим рухнул. И просто очень надеялся, что Россия встала, наконец, на путь свободы и демократии. И Россия первый шаг сделала. Я надеялся, что она дальше пойдет, и хотел тоже принимать в этих событиях какое-то участие. Вот это то же время, которое вы читали об этом вечере, там написано, что я еще, ну так считаюсь, общественным детям, я думаю, что это слишком громко для меня. Но в какой-то степени мне все-таки хотелось принимать участие в движении России к освобождению от всего ее проклятого прошлого. Вот, к сожалению, она немного к этому, то есть не немного, а вообще она к этому проклятому прошлому как-то возвращается, вот. Но полностью не вернется. Вы знаете, вот просто я вам скажу, вот такую оптимистическую ноту внесу в это. Потому что вот я еще некоторое время тому назад относился с крайним пессимизмом. Но, правда, немного к тому, что происходит, диквидом на будущее, да. А теперь я смотрю, просто, знаете, и основой моего пессимизма является тот маразм, до которого Россия сегодня достаёт. Также вот я уезжал в 80-м году, я тогда говорил, что через 5 лет в Советском Союзе начнутся радикальные перемены. Вот. И мне говорили, да что ты, да что ты, да это еще, это еще ты, Зиновник, писал, тысячи лет еще будет существовать это государство. Не только Зиновник писал, а еще многие говорили, что это на все века. Вот. И я говорил, что это не может быть, это просто нереально. Вот. И приводил какие-то доводы. И когда я попал первый раз в Америку, это было в 81-м году, я говорил по голосу о веке. И мне один мой друг написал, как ты можешь так говорить, когда ты знаешь, что на стране, страной про старые маразматики, которые с ними, врачи, были моложе меня, старые маразматики правят нашей страной. Что в магазинах ничего нет, уже даже колбасы по 220 тоже нет. Уже из Ярослава в Москву не ездят, потому что знают, что и там нет ничего. Уже, значит, да, это уже было даже до того, как я уехал. Призывали пищевые отходы не выкидывать, а их специальный контейнер охранить на лестящих площадках для дальнейшей переработки. Вот. Чего-то еще. И война в Афганистане. И все такое. Да. И, значит, и как ты можешь говорить, что я и говорю, вот по этому, по всему перемены эти наступят. И сейчас я вам скажу, у меня тут опять такое впечатление, что вот совершены властью такие грубые преступления и ошибки, когда Иран говорил, что ошибка хуже, чем преступление, значит, и думаю, что преступление хуже, чем ошибка, что обязательно страна, когда в ней смеется власть, а власть смеется по разным причинам, включая просто биологически, да, но все равно когда-то меняется, да, и следующий, кто будет управлять этим государством, ему придется исправлять то, что сейчас сделано. И вообще все страны, они там, все государства, они развиваются по принципу маяния, туда-сюда, даже Америка. Демократы, республикации, демократы, республикации, у вас это не сильно там меняется, но приорваны, говорят, сильно что-то поменялось там. Вот, но по всему, а в России меняется сильно. Был Сталин, пришел Хрущев, да, началась в Ордске, в очень знаменательное время. Потом, значит, на смену Ордске или Хрущева пришли Заломарские, Брежнева, да, потом, ну, это они продолжились, берут Брежнев, Андрохов, Черненко, потом пришел Горбачев, наступила новая эпоха, после Ельцина пришел Путин. Путин уже совершил столько подвигов, что просто у него обязательно кто-то следующее захочет исправлять, и больше того, он скажет, что во всем виноват был Путин. Потому что придется, кроме всего, налаживать отношения с миром. Это обязательно, без этого просто в России не выживет. А все-таки уже на крае игры придется подумать. Ну и сейчас даже есть попытки налаживать, но при сохранении того, что происходит на Донбассе, там и других каких-то результатов современной политики, эти отношения улучшить невозможно. Но стремление такое даже есть сейчас. А потом оно будет сильнее. И тот, кто не будет связан с решениями последних двух лет, то, значит, что-то предложит нам новое какое-то. Вот, кстати, так. Вот ваш прогноз на 2043 год, извините. И, да, ну, значит, реально все-таки надо знать дату. Не 2043, а 2042 год. Вот изменился, да, изменился как раз. Дело в том, что все, что я предполагал случиться в 2042 году, уже случилось сейчас. Вот поэтому в 2042 году должно быть все-таки другое. Реонид Борисович. Жить в эту пору. Прочти сегодня передача по радио Свобода. Так, значит, так. Что у нас еще? Уважаемый такой-то. Назовите, пожалуйста, три причины, поддерживающие вас в сегодняшней России. Спасибо. Еще вопрос о проведенной... А, о редакции телеканала «Дождь». О проведенной редакции телеканала «Дождь» в проекте «Президент-2042». Интересно ваше мнение об этом проекте. Переспективы тех замечательных ребят, которые в нем участвовали. Спасибо. Значит, начну с этого последнего вопроса. Мне кажется, что это очень интересная затея. Вот, я в ней немножко принял участие. И интересная затея. Вот она, кроме всего, выявляет каких-то молодых людей, интересно мыслящих, современных, вот, которые, кто-то из них, возможно, будет президентом в 2042 году или не будет президентом, но где-то в каких-то структурах. В общем, может быть, люди этого поколения, прелюди, они будут умнее и... умнее и, как вам сказать, и свойственнее сегодняшних. Вот, может быть, они построят какой-то... То есть, они направятся в российское общество в какую-то благоприятную сторону. называют три причины, выделяющие в России. А почему три, а не четыре? У меня, значит, три причины. Вы знаете, я как-то... Ну, я... Во-первых, значит, люди, от чего... От чего в основном? От чего? От того, что им там чего-то не хватает. И, ну, чаще, часто, например, туда опасения за жизнь. Я за жизнь свою не опасаюсь, потому что уже через все опасения я прошел. Мне уже столько лет, что... Как говорила, у меня было две трети. Говорю, ну, мои пятьдесят лет уже, но у меня уже никто не видел. Мои восемьдесят два, никто, чтобы они не хотели, они тут не сделали. Нет, нет. Я, кстати, вспомнил старый эпизод из своей жизни, когда в семьдесят пятом году меня агенты КГБ отравили. И тогда, значит, да, отравили. А когда они этим занимались, то есть, травили, они говорили, что моя жизнь окончена, а как она может быть окончена? Вот разными способами, например, одного диссидента, значит, убили, когда он, будучи пьяным, полезен в машину, думали, что это такси, это была машина инкассатора, и, значит, вот его по ошибке, значит, и застрелили. То есть он ошибку совершил, а инкассатор тоже был, как мне сказали, под мухой и застрелил этого злоумышленника. Он не остановился, значит, а у меня, значит, ну что, вот я говорю, я прожил долгую жизнь, и ладно, это в крайнем случае. Но я вовсе не думаю, что не ожидают каких-то покушений на себя. Ну, просто вот это мы говорим. Значит, еще, значит, что меня удерживает, значит, вот это, да, моя ситуация от моего положения в мире никак не зависит, потому что меня пока что, то, что я пишу, пока что печатается, до сих пор печаталось, а дальше посмотрим, будет или нет. Но в крайнем случае есть издательство и запретил. Значит, а мне писать уже запретить нельзя, так? Вот. Потом еще у меня, значит, у меня еще есть жена, которая меня тоже, значит, относится к трех причинам, так? Потом я есть, я сказал, что я живу под Москвой, и у нее собака, собака тоже. Она еще не лежала, она уже не плачет. Это делала временно. Вот. Ну и так, и всякие другие еще причины. Еще, вы знаете, я решил быть свидетелем того, что происходят события в России, и вот смотрю с близкого расстояния. Как вы относитесь к экранизациям ваших произведений? Сейчас. Что? Как вы относитесь к экранизациям ваших произведений? Ну, вы знаете, просто все авторы относятся трепетно к такими, к экранизациям. Спрашивают, как я отношусь к экранизации своих произведений. Ну, всегда автору что-то не нравится, поэтому мне больше всего из того, что было экранизировано, нравится фильм «Шапка». Вот, кто из вас видел. Это сделал замечательный режиссер, мой друг многолетний, Константин Наумович Войн, режиссер фильма. Какого фильма? Никто не знает, что ли, да? Ну, сейчас, 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 сейчас. Ну, как, ну, скажите, кто-нибудь. А? Шапку! Нет. Шапку, да, шапку, не ваша. Не стоять, значит, это, с вами. Ну, вот, сейчас, сейчас я вспомню, сейчас. Вы видите, вот, извините, но все-таки возраст, мы должны сисходить, относиться. Значит, значит, ну, там Гейтсин играет, Смирнова играет, ну, что? Ирин играет. А? Ирин играет. Нет, Ирин играет, Ирин в шапке играет. Свадьба бальзами. Свадьбу, да, женитьба бальзами. Совершенно верно. Значит, вот просто вылетело из головы, вот, думаю, конечно, да, кто тоже летел из головы, свадьбу с критами, да? Да, ну, вот, и, пожалуй, это было больше, чем мне нравится. Ну, вот фильм о Ченкине, который снял Чешский, замечательный режиссер Иржи Менцель, он мне тоже нравится, но есть какие-то там куски, против которых я возражаю даже, а он не все мои замечания учил. Вот, ну да. А Москва 2042 еще возможно экранизировать? Вы знаете, вокруг Москвы 2042 очень многие режиссеры ходят, 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 и потом, самая интересная история у меня случилась давно, вот, в начале 90-х годов ко мне пришел один человек и сказал, вы знаете, что я большой поклонник вашего этого романа, я очень хочу это снять, я продюсер, говорит, я продюсер. Сколько вы хотите за сценарий? Я ему говорю, нет, за право к экранизации. Я ему говорю, просто так, с потолка скажу, я ему говорю, 100 тысяч, надеюсь, что он скажет хотя бы 50, да? Вот. Он говорит, хорошо, я бы вам даже дашь 160. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Он полез в карман, достал пачку долларов, ну, я не знаю, по 100 или по доллару, 100 или по доллару, они же не отмечают. Подержал в руках, положил в карман, говорит, ну, хорошо, а вот вам нравится режиссер Зануси? Я говорю, очень нравится польский режиссер. Он говорит, а как вы думаете, он мог бы посмотреть? Я говорю, я не очень хорошо знаю там его творчество. Он говорит, ну, давайте я вам покажу его фильмы. Я говорю, хорошо. Значит, он мне назначил дни, когда я ходил в такое учреждение, которое я тогда называю «Госкино», а теперь «Роскино», значит, комитет по кино. И ходил, смотрел фильмы Зануси, потом, значит, потом он мне позвонил по телефону и спросил, ну, как, понравились вам фильмы? Я говорю, понравились. Он говорит, хорошо, я завтра приду к вам с договора. После этого я его не видел ни завтра, ни послезавтра, ни когда. И с тем, что это история осталась загадочной. Я думаю, что такое, почему он… Да, а он приходил вместе с дочкой режиссера Григория Чукрая, старого Чукрая, приходил с дочкой, и, допустим, да, я ее звалил, я не помню точно. Олег, я вспомнил, Леня, Олега Чукрая. Вот, он пришел с ним. И спустя сколько-то лет, ну, довольно много, я был в жюри кинотавра в Сочи, и иду так по берегу, и смотрю, там лежит, загорает эта Лена. И она поведала меня, и так и отворачивается. Я говорю, Лена, и отворачивайтесь, и надеясь, что я вас не узнал. Я вас очень хорошо узнала. Вот. И да, и говорю, ну, расскажите, а что все-таки случилось? Кто это был человек, и что? Она говорит, вы знаете, что его убили, этого человека. Тогда же убили. Вот. Как-то он мне приглашал.